Здарова! Если у тебя в роблоксе пропал текст, то это видео должно тебе помочь. Ну, а теперь по существу. Заходим в мой компьютер или в проводник у кого что. Выбираем здесь диск С. У меня это системный диск. Заходим в раздел пользователи. И видим здесь написано Александр на латинице. Если у вас здесь написано по-русски, то, ребятки, в этом все и проблема. Прикиньте, как роблокс глубоко углубился. Вот именно в названии этой папки и есть вся проблема. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас в роблоксе все было нормально и хорошо отображалось, вам необходимо эту папку переименовать. Но все не так просто, как кажется. Немножко придется попотеть. Итак, что нужно сделать, чтобы переименовать эту папку? Для начала нам нужно создать новую учетную запись. Как это сделать? Идем сюда, в поиск. Вбиваем панель управления. Жмякаем по ней. Дальше идем в учетные записи пользователей. И здесь видим изменить тип учетной записи. Жмем сюда. В открывшемся окошке видим снизу добавить нового пользователя в окне параметри компьютера. Влазим сюда. И там, где написано большими жирными буквами другие люди, жмем на крестик, напротив которого написано добавить пользователя для этого компьютера. Чтобы не заморачиваться со всякой лабудой в виде электронной почты и прочей всякой фигни, здесь выбираем пункт «У меня нет данных для входа этого человека». Конечно, откуда они у меня возьмутся? Поэтому жмем сюда. Здесь тыкаем «Добавить пользователя без учетной записи Microsoft». Вводим имя на латинице. Ну, допустим, там просто «Абубас». Вот. Жмем «Далее». И, в принципе, все. Здесь вот у нас появилась новая локальная учетная запись «Абубас». Что нам теперь нужно сделать? Идем в меню «Пуск». Здесь у нас есть вот такая вот штучка. Это наша учетная запись. Жмем на нее. И снизу видим нашу новую учетную запись. Нажимаем. Итак, мы зашли под новой учеткой «Абубас». Как мы видим, рабочий стол совершенно пустой. Здесь ничего нет. В принципе, вы можете оставаться на этой учетке и играть «Роблокс». Вы просто заходите на сайт «Роблокс». Заходите под своей учеткой, качаете «Роблокс» по-новому. И, в принципе, можете уже играть. И все будет у вас нормально с текстом, и все хорошо. Но если же вы не хотите оставаться на этой учетке, и вообще вам не нужно две учетки, вы хотели бы остаться на своей оригинальной, то придется проделать еще несколько шагов. А именно. Идем в «Проводник» или в «Мой компьютер», кому как угодно. Заходим в этот компьютер, диск «С», «Пользователи». И здесь мы видим несколько пользователей. «Абубас», которую мы только что сейчас с вами создали, и «Александр». Это моя оригинальная учетка. Вот ее мы и должны переименовать, если у вас она на русском языке. У меня она уже переименована. Было у меня вот так вот. А я сделал вот так вот. Вам необходимо сделать точно так же. Только со своим именем и со своей учеткой. Если вы это сделали, переходим к следующему шагу. Открываем поиск. Здесь вводим «RegEdit». Вылазит вот такое вот окошечко. Здесь нужно выбрать «HK Local Machine». Далее «Software». «Microsoft». Ищем в разделе «Microsoft». Раздел «Microsoft.nt». «Current Version». И ищем здесь «Profile List». Открываем его. Здесь мы ищем нашу с вами учетку, которую хотим переименовать. Обычно они находятся в последних папках, у которых название очень длинное, состоящее из цифр. Вот эти вот. И как мы видим, в самой верхней у меня есть моя учетка. Вот она. «C Users Alexander». А вот эта папка, это уже вторая учетка, то есть которую мы сейчас создали. Возвращаемся обратно к нашей учетке, которую мы хотим переименовать. Выделяем этот пункт. Жмем два раза. И здесь просто меняем наше имя. Напоминаю, что если у вас здесь написано на русском языке, вам необходимо поменять на английский, то есть на латиницу, как у меня сейчас здесь есть. Мне уже менять ничего не нужно, у меня здесь уже поменено, поэтому я оставляю так, как есть. Ну вот, в принципе, и все. Мы побороли Роблокс. Теперь вы можете спокойно закрывать здесь все и возвращаться на свою старую учетку. А там уже переустановите Роблокс, запускайте его и можете играть. Ну а те, кто не хочет париться, просто создайте учетку на английском. И все. И играйте в свое удовольствие. То есть одна учетка у вас будет для Роблокса, а другая, ну, для всех остальных дел. Если вам это видео было полезно, а я знаю, что оно было для вас полезно, то с вас лайкосик, подписочка и комментарий. Ну а я желаю вам удачки, всем пока и до нового видео.